Образование бесплатное? Почему тогда для того, чтобы ребенок мог полноценно заниматься в учебных заведениях, нужно платить? Чтобы уйти от возможных родительских взносов при поступлении в сад, правозащитники выход видят в электронной базе учета очередей в дошкольных учреждениях. Этой очереди в электронной базе дети принимаются в детские садики. Но дальнейшее пребывание ребенка в саду также требует вложений, которые опять же ложатся на плечи родителей. Питание шло у нас 110-50 содержания и 10 общих вас. Что обеспечивает в дошкольных учреждениях государство, а за что должны платить родители? Законны ли так называемые родительские взносы и насколько они добровольные? Общественная организация скидно-украинское товариство «Право народу» поставила себе за цель узнать ответы на все эти вопросы. Одни ответы предоставили. Какой запрос? В запросе было предоставить информацию о распределении бюджетного финансирования управлением образования города Краматорска по дошкольным образовательным учреждениям. То есть это имелось в виду, тут каждый, наверное, поймет, что это в разрезе того, какие финансы выделяются на каждое образовательное учреждение. Они дали ответ в разрезе статей. То есть получается совершенно не тот ответ, на который запрашивалась информация. 915 гривен. Тысяч гривен. Да, в год выделяется. При этом за что тогда собираются? В каждом садике собираются на клоунов, на цирки. 50 такса и 10 гривен у них, по-моему, ежемесячно они сдают. Неизвестно что. Фонд родительского комитета, говорят, который почему-то оказывается у воспитателей, у них планы есть на эти фонды. То есть родители обязуют сдавать эти деньги? Родители однозначно обязуют сдавать. При этом они сдают эти деньги даже за те месяца, когда ребенок не ходит в детский сад. Потом я по поводу питания узнавал. Воспитательница, то есть заведующая одного из детских садов, сказала, что ежегодно заключаются договора с одним, ну эти конкурсы проводятся, ежегодно заключаются договора с одним поставщиком. И этот поставщик, бывает, привозят вместо свинины говядину, вместо говядины свинину, вместо, бывает, с плесенью. Ответ активистов не удовлетворил, и они написали обращение повторно. На какой стадии рассмотрения оно находится, выяснить пытаются в общем отделе Граматорского городского исполкома. 28 числа я вам задавал свое заявление. На какой стадии хотелось бы узнать данное заявление? Данное заявление по поводу проверок, то, что мы вас просили, проверить детские сады по факту незаконного вымогательства денежных средств. По поводу качества питания, по поводу... Представление было, да, на 10-го, 08-го. Так. То есть, ну, все, потому что она расписана. На кого расписана данное заявление? Подождите, сейчас это есть на 3 вектора, да. Вот. Какая, как, где оно сейчас находится, в докуманном процессе, и так далее? Оно находится у начальника управления Сидорова Евгения Евгеньевна. То есть, вы мне эту информацию давали еще неделю назад. То есть, уже неделю Сидорова Евгения Евгеньевна, получается, ничего не реагирует, никак не реагирует на данное обращение. Это получается так. Ну, на самом деле, констатация. Ну, это вам Сидорова Евгения Евгеньевна. Ответственность за исполнение документа несет... Конечно, это не были ответственные. Наше дело было зарегистрировать документ и направить его. Не застав исполнителя на месте, активисты все же получили письменный ответ на свое обращение и устные разъяснения от заместителя начальника Граматорского управления образования. Да, главный бухгалтер готовил ответ. Ага, главный бухгалтер. Сайкова и юного. Понятно. Да, с кем можно просто побеседовать по поводу детских садов, насколько вот там детям комфортно сейчас, в чем нуждаются детские сады, может быть, какая-то поддержка, сколько стоит питание вот сейчас. Так, а скажите, пожалуйста, а вы... Громадское телебачение Донбасса, ну, конкретно. В принципе, то есть управлением образованием, именно на местах работниками детских садов делается все, чтобы обеспечить нормальные условия пребывания детей в детских садах. Питанием обеспечено. У нас было подготовлено решение с увеличением стоимости питания. С 1 сентября у нас будет несколько увеличена стоимость питания для того, чтобы повысить выполнение натуральных норм. За что родители, в принципе, платят? За еду только? Родители платят 60% от стоимости питания. У нас в ясельных группах будет 12 гривен, и 60% будут платить родители. Не могу сейчас, собственно, посчитать. В дошкольных группах 18 гривен, 60% будут платить родители. По-моему, в ясельных 7-20, а здесь, наверное, где-то 13 гривен. Скажите, лучше других платежей никакие не собираются с детей? Есть еще в каждом детском саду попечительский совет. И этот попечительский совет, есть там, как бы сказать, контрольная группа, я сейчас могу термины перепутать. И этот попечительский совет решает, сколько родители будут сдавать, в каких объемах и куда эти деньги тратятся. Я не владею вопросом глубоко попечительских советов, поскольку это личное, как бы, дело родителей. То есть вы говорили, хотите сказать, что у вас нет планов сдачи денежных средств? Хорошо, если попечительский совет, почему деньги собираются, грубо говоря, воспитателями, передаются заведующим? Я не могу вам ответить на... Таким называемым предлогом содержание садей, плюс обязательная сдача, плюс даже если человек, никто, есть ребенок не ходит, он обязан платить, грубо говоря, под предлогом воспитателя и заведующего. То есть застолбить за собой место. Опять же, попечительский совет, у него это официальный орган, вот его утвержден, у него есть свой расчетный счет и так далее? Хорошо, и это попечительские советы находятся непосредственно в садах, и их группа координируется. Это дело родителей, никто из управления образованием никогда, никаких распоряжений о этих деньгах не поступало. И деньги к нам на счета и не приходят, и мы этих денег не видим. Распоряжаются родители. И насколько я знаю, у меня тоже ребенок сейчас уже не ходит в детский сад, на каждом собрании раз в год или чаще отчитывается об этих деньгах. И у него должен быть протокол заседания этих попечительских советов, расходы. То есть это все есть в каждом конкретном детском саду. Мы эту информацию не собираем, это находится внизу на влияние управления образованием. На эту информацию подтвердили и в одном из дошкольных учебных заведений города. Здравствуйте. А это громадская Талабачьян-Донбасс. То, что ежемесячно собирают вот с родителей по 50-60 гривен. Ну ведь никаких дотаций больше нет. Покупают моющие средства, моющие, все для стирки, туалетная бумага. А это в срочном порядке всем необходимо сдавать дополнительную сумму в 50 гривен. Ну а из чего покупать, допустим, те же моющие? Ну а разве вам не выделяются деньги? Я за это не знаю. Вы уж не обратились по назначению с этим вопросом. Ну мы сегодня обращались, нам говорили, да. Я воспитатель детского сада. Я рассказала то, что наши родители оплачивают питание в каком размере. Не, ну питание понятно. А вот меня конкретно интересует вопрос с дополнительными средствами, которые сдаются ежемесячно. А есть ли вот родители, у которых нет возможности сдавать эти деньги дополнительно? Ну значит, они их не сдают. Их и детей не выгоняют, потому что говорят, что, ну знаете, разные. Ну конечно, не выгоняют. А также заверили, что информацию о том, на что идут так называемые добровольные взносы, родителям предоставляется отчет. Мне очень интересно вопрос по поводу 50 гривен на содержание садика. Нам объясняют, что государство не финансирует садик. И эти деньги идут как на ремонт, на все вот эти необходимые моменты. И что каждый месяц они будут по возможности писать полностью отчет, куда, что, куда они потратили эти именно деньги. А пока ребенок находился в этом садике вашем, вы видели эти отчеты? Нет. Объясняю, говорили, как будут вызовы вешивать, но еще ни разу не видела. А сколько ребенок находится в этом садике? Ну вот мы ходили вот только вот, выпустились, получается, в мое 4 года. И вне зависимости, ходит ребенок в садик или не ходит, за содержание заплатить надо. Ну вот мы только что общались, нам сказали, что это не в принудительном порядке, это вроде как благотворительность и помощь детскому садику. Нам объясняют, что надо платить каждый месяц, потому что все отчеты несут заведующие, и как бы там тоже будут, как на нас числится, как задолженность, если мы не платим. И вот когда, если мы выпускаемся, то нам, получается, надо, вот, чтобы забрать там диск или что, какие-то вещи, пожалуйста, рассчитайтесь полностью, чтобы задолженности у вас не было. Родительский сбор каждый месяц. А сколько это составляет? Ну, 50 гривен. А на что идут эти деньги? Вообще известно? Ну, вообще, как бы на садик. Покупают ковры, делают, поменяли у нас двери все. То есть, по сути, это фонд за счет родителей? Ну, как бы да. Отчитываются нам так. Многие родители для комфорта своего ребенка в детском саду готовы платить дополнительные деньги, чтобы эта процедура была максимально прозрачной, а дети сытыми и довольными, проследят активисты, которые данный вопрос взяли под особый контроль. Когда за что-то платят, им должны говорить целевое использование этих денежных средств. Люди, это защита прав потребителей обыкновенная. Если потребитель платит за товар, то он должен получать этот товар. А если человек платит деньги и не получает этот товар, то это получается, это просто вымогательство. Ну, получается, это обыкновенным образом нарушение прав народа. И мы, поэтому мы взяли за это дело, поэтому мы будем это дело стараться довести до конца. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok